Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, многим не хватало моих комментариев. Но могу поздравить свою более чем 200-тысячную аудиторию с тем, что мой канал стал интернациональным. Очень многие стритстайлеры, которых я снимаю очень часто по кадрам, даже и нельзя понять, как в данном случае, что люди мне позируют, что я не приблизилась к ним со спины. Они подписываются в моменте на мой канал и потом его смотрят. Откуда я это знаю? Очень часто мы обмениваемся также и ватсапом, потому что я пересылаю те зарисовки, которые я делаю непосредственно на улице. Это, конечно, не всегда происходит, но канал начинают смотреть стильные итальянцы и итальянки также. Я нахожусь в Зара. Это магазин в Вероне. И могу сказать, что действительно, как писали мои зрители, ассортимент Зары отличается не просто от страны к стране, а от города к городу. Например, вот эти красивые лодочки. Я очень люблю атласную обувь. Она всегда смотрится очень эффектно. Подобные лодочки я бы сама себе приобрела. Посмотрите, как красиво они смотрятся с моим бежевым пальто. Так бы и носила на босу ногу. В Италии так носят со своим бежевым пальто. Но каблук для меня высоковат. Для блогера, который снимает с 30-я, это не очень удобно. Также мне понравилась блуза. Я увидела ее здесь, в Вероне. Обращала на нее в бутике Венеция Зара. Но ничего себе не покупаю, потому что ходить с пакетами крайне неудобно. Ходить с пакетами и вести съемку неудобно вдвойне. Но остановилась я у Зары, потому что я увидела очень классно одетых итальянок внутри Зары. И ждала, если честно, когда они выйдут. Я не люблю снимать внутри бутиков. Мне кажется, что это некрасивая съемка. Эстетически она меня не привлекает. Но вы знаете, я так и не дождалась своих героинь. Но зато посмотрела, кто заходит, кто выходит из Зары. И, конечно же, мне было интересно, что же итальянки покупают в Заре. Помните зеленое платье? Я показывала его в Венеции. Сказала, что оно очень красиво и эффектное. Наверняка прекрасно будет смотреться на фотографии, размещенной на сайте. Но при ближайшем рассмотрении оно мне не понравилось. И могу сказать, что на это платье итальянки обращали внимание. Также итальянки в Заре обращают внимание на традиционно неплохие хлопковые платья. Но эти хлопковые платья нужно покупать только в самом магазине. Потому что, когда вы заходите в бутик онлайн, все смотрится хорошо. А когда ты распаковываешь, очень многие вещи могут смотреться очень грустно и печально. В противовес тому, как они выглядят и представлены на сайте. Хлопок, хлопку, рознь. И то, как это смотрится вживую. Как раз таки с Зарой нужно быть очень-очень осторожным. Поэтому хлопковые блузы, хлопковые рубашки, что-то похожее на рубашку. Потому что в Италии очень любят летом носить широкие рубашки-блузы. А также хлопковые платья. Это то, что итальянок привлекает. То есть, по большому счету, базовые модели. Вот, кстати. Вот эти платья, белые, базовые, виднеются на входе. Они как раз таки и представлены. Кстати, то, что представлено на входе, очень часто в таких бутиках масс-маркета отражает концепцию текущего бренда. То есть, то, что он представляет в этом сезоне. То, что ему кажется, что купят. То, что ему бы хотелось, что купят. И, по большому счету, это самое интересное. Это квинтэссенция того, на что стоит обратить внимание. Тапочки. Еще раз тапочки. Посмотрите, в Италии они очень популярны. Их часто носят с классическим пальто. Кстати, очень здорово. С классическим пальто смотрятся леггинсы любые. В особенности со спортивной тематикой. То есть, спортивные детали. Наличие сетки, наличие нескольких швов, как очень часто бывает на спортивных леггинсах. Возможно, наличие молний. Вот это все здорово смотрится именно с классическим пальто. А итальянки любят носить подобные ансамбли. То есть, пальто леггинсы плюс вот эти знаменитые тапочки. Их огромное количество. Если вы спросите меня, Яна, какая марка их производит. Сейчас их производит любая практически марка. Соответственно, можно найти и те, что будут стоить дороже, выглядят чуть лучше. Они будут стоить в районе 80 евро. И классические венецианские, которые вы найдете в районе 30-32 евро. То есть, выбор сейчас огромен. И в Италии их можно купить без труда. Жду разрешения от марки Fratelli Rossi. У них очень красивая обувь. Очень красивая обувь. И, возможно, мы с вами даже отправимся с ними на фабрику. А эту марку вы не поверите. Я заметила сама в витринах. Но о ней мне рассказала. И я тогда не сопоставила, что речь идет об одном и том же бренде. Мне рассказала одна мамочка. Она дает мне очень интересные темы для видео. Она сама занимается диджитал-маркетинг. И ей очень нравится идея, что у меня есть канал. И, соответственно, мы очень часто пересекаемся в разговорах как раз-таки на том, что есть статистика, что есть аналитика, зачем будущее и так далее. Мы находимся внутри ботика Марина Ринальди. Очень признательно, что разрешили мне съемку внутри. Это Марина Ринальди и Верона. Мне очень понравилось, как у них оформлены манекены, манекенные группы. Посмотрите, насколько это современная марка. Обратите внимание на то, что в группе Диффузион и Тессели очень любят в этом сезоне шелковые платки. Их мы видели в виде как раз-таки пояса. Кстати, не рекомендую покупать либо красивый действительно шелковый платок помещать в шлевки как пояс, потому что потерять очень легко. Шелк очень скользит. Качественный шелк к тому же скользит, потому что он тяжелый. Лучше купить что-то полиэстровое, например, того, что мы видели вот буквально в начале видео в Заре. Платки повязывают все. В Венеции я видела очень много молодых девушек с платком на шее. И это здорово, это очень красиво. Кстати, вот очень итальянский лук, короткое пальто и сапоги, и голые ноги. Это витрина бутика Альдука Даоста, внутри которого мы с вами уже побывали, посмотрели подборку платья. Время обеда заканчивается. Рынок, рынки в Италии работают с 8.30 в основном до 12.30. Потом площадь освобождается от рыночных тележек, и можно увидеть итальянские площади во всей их красе. Но это уже совсем другая история. Увидимся, мои прекрасные зрители, очень скоро в другом видео. Желаю всем солнечного неба, голубого, яркого солнца. Желаю всем прекрасного настроения, теплой весны. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Яна Скворцова. Субтитры создавал DimaTorzok